Всех любителей техники приветствую! У нас сегодня будет профессиональное решение. Это рабочая станция, мини-компьютер с водяным охлаждением внутри. Да, не поверите, при таком корпусе внутри у нас водяное охлаждение процессора и графический адаптер NVIDIA Quadro. Ну что, давайте на него посмотрим. Машинка примерно за 3000 долларов. Ну, давайте заставку, погнали! Продолжение следует... Вообще, 3000 долларов. Что вы примерно себе представляли, это, как так и называется, рабочая станция. То есть, она у нас служит для профессиональной работы. Будь то это обработка фото, фирма производства, анимация, разработка игр, архитектура, проектирование, графика. Вот для всего этого эта машина и создана. Ну, конечно, не для игр. Внешность очень прикольная. То есть, миниатюрный такой тубус, в котором скрыто дофига всего. И здесь водяное охлаждение. И главная фишка здесь, знаете в чем? Что когда температура поднимается процессора больше 80 градусов, вот эта самая вещь выезжает наверх и начинает засасывать больше воздуха. На 38% больше там воздуха поступает. Данный мини-компьютер, ну, он называется Asus PA90, он у нас относится к серии ProArt. Что за серия такая? Профессиональные машины. И туда входят ноутбуки, ПК, мониторы и еще компоненты. Чисто профессиональная линейка, то есть, которая создана именно для творческой работы. Так она называется ProArt. Как уже говорил, помимо процессоров, здесь i7, либо i9, внутри можно выбрать NVIDIA Quattro, либо P4000, либо P2000. В P4000 получаем 8 гигабайт видеопамяти. Плюс 512 гигабайт SSD, 1 терабайт жесткого диска, 302 гигабайт оперативной памяти DDR4. Можно, кстати, до 64 увеличить. Поддержка Intel Optane. Да, и все это вот в таком маленьком корпусе. Внешний вид. Вот металлический кожух. Хотя давайте внешний вид. Давайте, я думаю, что вам тоже интересно узнать, что у него там внутри. Сейчас я вам покажу. В разборе рабочая станция выглядит вот так вот. Все максимально снял, чтобы вам показать. Ну, давайте начнем знакомиться с внутренностями с верхней части. На самом верху находится очень красивый элемент. Это светодиодная подсветка, сделана кольцом. Можно сказать, что корпус внутри разделили на две части. То есть, вот эта часть у нас. Назовем ее левая. Здесь у нас установлен процессор и охлаждение. С правой части у нас установлена видеокарта. Как видите, PCI-Express. PCI-Express на материнской плате и на видеокарте соединяется посредством вот такой вот платы. Вот так вот просто ее накидываем и все. И закручиваем. Как мы уже с вами видели, два USB 3.0. Вход микрофона, выход наушников. И здесь у нас находится клавиша включения. Вход для питания разделен тоже на одну часть и на вторую часть. С каждой стороны находятся вот такие вот платы. Здесь у нас питается, соответственно, и процессор и материнская плата. Есть свободный 8-пиновый разъем. С другой стороны питание осуществляется в видеоадаптера. Как раз можете посмотреть, как все проложено по шлангам, по кабелям. Вот так все выглядит. Здесь же наблюдаем на материнской плате свободный слот M2. Сюда можно установить твердотельный накопитель M2. Радиатор охлаждения. Изнутри вентилятор. Все максимально аккуратно проложено. Ну, потому что места здесь, конечно, нету. И нужно место на всем экономить. Но при этом всем продуваемость здесь просто отличнейшая. Давайте посмотрим на другую сторону. Здесь у нас происходит выдув воздуха горячего. Такой специальный короб. То есть туда заглянули, там название квадро красуется. Соответственно, вентилятор видеоадаптера. Да и, в принципе, все. Больше ничего интересного здесь нет. Также имеется слот под накопители 2.5. Ну, давайте сейчас открутим, покажу вам. Соответственно, в любой момент можно все это дело у нас и увеличить в объеме. Если посмотреть отсюда, то здесь вот над процессором мы увидим доступ к оперативной памяти. И вон там вот прям вам будет совсем не видно слот M2. Ну, дальше прям полностью все разбирать я не буду. И так здесь все понятно. А теперь будем одевать это все обратно. Потом все так же удобно и легко собирается, так же, как и разбирается. Весь корпус сделан из металла. В сборе все выглядит вот так вот. Впереди клавиша включения. Бренд Asus. Два USB 3.1 Generation 2. Микрофон, наушники. Здесь у нас 4 дисплей-порта. Два Thunderbolt 3. Здесь, ну, LAN-овский кабель включается. Еще два USB 3.1 Generation 2. Еще один аудио. Подключение, ну, соответственно, внешних ATN Wi-Fi. При помощи USB-C здесь можно либо USB-C dock-станцию подключить, либо еще внешний графический адаптер. То есть, вообще универсальная тема. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi AC. То есть, в принципе, все самое необходимое есть. В чем прикол? То есть, мощно, миниатюрно. Потому что такую штуку сюда можно, не знаю, там, ты можешь ее привезти с собой на работу, вечером отсоединить, привезти домой и все. То есть, ну, конечно, одна рука, она не поднимается, но она довольно-таки легкая. И довольно-таки миниатюрно, пройдет в том, что здесь скрыто. Здесь подключаются два адаптера питания. И, чтобы все дело работало, один адаптер у нас на 230 Вт, другой на 180. Ну что, подключаем и заводим машину. Кстати, если часто подключать, то надо как-то пометить себе эти коннекторы, потому что они именно... Один подключается всегда 230, другой 180. Но они подходят в каждый. Поэтому нужно смотреть внимательно. Потому что коннекторы одинаковые и разъем одинаковый. Только в один, вот по-любому, всегда 230, другой 180. Да, конечно, блок питания сюда не уместился, в этот миниатюрный корпус. Поэтому все внешнее. Чтобы было полностью по фэн-шую, буду использовать тоже такое бизнес-решение. Здесь, кстати, можно напрямую по Type-C подключить. То есть, будущее уже здесь. Либо по обычному приемнику. Ну что, давайте начинать. Включаем. Винк. Все. Проверка системы прошла. Очень красиво выглядела. Сейчас переношу материал для видео. Ну, скорость по USB 3. Подключен внешний жесткий диск через передний разъем. Мышка беспроводная. И, можно сказать, бизнес-клавиатура. Такая прям небольшая подсветка виднеется. Вот, видите. Из-под крышки. Ну, приветствие у машины вообще здоровское. Когда эта крышка поднимается и уезжает обратно. Такой тест. Выставляем аппаратное GPU-ускорение. Куда? А теперь, конечно, время для тестов. Я, так как я видеомонтажер, можно сказать, я сам монтирую свои ролики. И как раз сейчас испытаем это профессиональное чудо техники. Насколько это будет круче, чем, к примеру, мой компьютер. Я проводил тесты на своем компьютере. И там стояла Asus 2080 Super. Видеокарта. Сейчас она как раз там и стоит. И смотрите. Первый тест, который я проделал, это 4К рендер ролика. Там длиной примерно 8-15 минуты. Одинаковая на своем компьютере и уже на этой машине. Значит, выводил сначала в формате видеожатия H.264. В 4К 25 кадров в секунду. То есть на 2 у нас одинаково было. Значит, на моем компьютере показал время 10 минут 2 секунды. То на этом компьютере показал 6 минут 20 секунд. Сейчас будем делать тест в формате видеожатия H.265. Это намного сложнее задачка. Намного сложнее. Размер файла, предполагаем, у нас будет намного меньше. 432. Мой компьютер справился за 27 минут. Сейчас посмотрим, насколько способен у нас этот. Сейчас происходит все еще рендеринг по температурам. Самое горящее место у компьютера получается вот сейчас в этом месте. То есть вот сюда вот он выдувает. Ну, вполне все. Вот руку можно держать тепло. Не более. Вот здесь вот выдувает. Здесь вообще холодный. Здесь холодный. Здесь вообще ледяной. Здесь чуть побывал. Ну, прям, ну, тепленький. Сзади холодный вообще напрочь. Сверху тоже холодный. Вот здесь вот самое теплое место. Это вот очень классная фича, что когда именно процессор у тебя нагревается свыше 80 градусов, то крышка сама выезжает наверх. И вот поток воздуха увеличивается на 38%. Ну, просто сама по себе фишка прикольно сделана. Во время рендеринга можем посмотреть, что QuadroPatch 3000 у нас сейчас настроены на использование графических и вычислительных задач. График загрузки. Ну, вот такой вот он примерно будет. То есть сейчас у нас карточка где-то на 14%. Рендеринг тем временем практически закончен. Результат меня впечатляет, конечно, в отличие от моего компьютера. И тест закончен. В принципе, можно, да, останавливать. 11, даже это вот так вот сохраняем. 11, 19. 11 минут 19 секунд на этом компьютере. На моем это заняло 28 минут. Да. Вот она и работа. Сокращение времени ожидания вывода ролика в 3 практически раза. Это суперрезультат. Потому что для работы это вообще, ну, на самом деле, вот оправдывает свое название, да. Я занимаюсь видеомонтажом. Я не могу сейчас показать вам составление там графики, что-то еще. Я занимаюсь видео. Вот, видео, провел тесты с моим компьютером, с этим. В 3 раза быстрее. Подводя итоги, что ты получаешь за эти деньги? Это бизнес, решение, безусловно. Миниатюрный корпус. Внутри. Мощный процессор. Конечно, полностью рабочая станция. И главная карточка. То есть, которая создана специально именно для профессиональных задач. И все это в очень миниатюрном корпусе. Отсоединил, взял с собой. Если вам захотелось поподробнее прочитать, то ссылку на официальный сайт Asus, именно на этот продукт, я вам оставлю в описании. Переходите, смотрите, читайте, пожалуйста. Подписывайтесь на канал. У меня выходит не только технообзор. У меня еще выходят влоги. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Вау. Продолжение следует.